В научном сообществе этот феномен называют «Год чудес», когда малоизвестный выпускник Цуревского политехникума опубликовал свои труды, совершившие революцию в науке. А теперь Альберта Эйнштейна называют главным инженером Вселенной. Личности и открытием гениального физика сегодня посвятил свою лекцию лауреат Нобелевской премии Жарес Алферов в Самарском университете. Вице-президент Российской Академии наук является членом Наблюдательного совета университета и во время визита в Самару регулярно встречается с профессурой и студентами вузов. В зале, как всегда, аншлаг. Собрались все, кому интересны научные труды и политические взгляды Эйнштейна. Тем более, что многие общественные явления он предсказывал так же, как и закон ЕМЦ-Квадрат. В 49-м году, в мае месяце, в новом журнале, который назывался «Месячное обозрение», «Манс-Ревью», он написал статью, представил, «Почему социализм?». И когда я ознакомился с этой статьей, я понял, что Альберт Эйнштейн был не только великий ученый, великий физик. Это был, на самом деле, одна из величайших личностей 20-го столетия, которая в то время поняла, что только единственный социалистический путь развития человечества может и должен быть избран. Альберт Эйнштейн был известен своими социалистическими и миротворческими взглядами. Он не раз высказывал позицию – наука должна служить делу улучшения жизни, а не войнам. В итоге холодной войны между Западом и Востоком проиграли и те, и другие. А ликвидация Советского Союза, как субъекта международного права, в значительной мере отразилась на научной мысли. В качестве аргумента Жаре Салферов привел слова американского экономиста. А те, кто сегодня трудятся в большой науке, сотрудничают, несмотря на границы и политические разногласия. У меня много американских коллег, и я член ведущих американских национальных академий, и национальной академии, и национальной инженерной, и многих других обществ. И сейчас мы продолжаем, несмотря ни на что, сотрудничать. И между прочим, когда я проводил недавно заседание научно-технического совета фонда Сколкова в Крыму, все мои американские коллеги с удовольствием приехали в Крым. И ни у кого не возникало проблемы, почему Крым снова в России. О перспективах Самарского университета уже по окончании лекции говорили Жарес Салферов и Николай Меркушкин. По словам губернатора, сегодня национальный исследовательский вуз пользуется поддержкой на самом высоком уровне. В ответ лауреат Нобелевской премии отметил, что это один из лучших университетов в стране, научная деятельность которого пользуется признанием во многих странах мира. Олег Зверев, Сергей Баскин, События.